всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня мы будем с вами тестировать новинки третьего каталога фаберлик сейчас первым делом я помою голову вот эти вот йогуртом для волос без бальзамчиков без всего и мы с вами артикул сейчас скажу 2653 и мы с вами потом проверим вот эту восстанавливающую сыворотку арису новиночку даст лотос артикул 77 34 в качестве дневного ухода при сильном повреждении волос нанесите средства на сухие кончики не смывайте а то есть можно не обязательно после помывки а вообще на сухие кончики нанести как бы и посмотреть да но мы с вами нанесем на мокрые на кончики посушим волосы что касается вот этого карандаша по уходу за кутикулой девчонки много вчера в комментариях спрашивали классный вы знаете как понравился я даже может быть не буду потом сюда ничего наливать а закажу обязательно в следующем каталоге еще здорово очень здорово питают кутикулу потому что она у меня жутко сухая бывает трескается и так далее я вчера прям нанесла так обильненько на каждый пальчик руки мыла после первой помывки все нормально посуду помыла тоже все нормально только к вечеру захотелось обновить нанести еще здорово ни один крем по крайней мере для рук у меня с этой задачей не справляется поэтому класс наполнение у этого карандаша здоровская действительно очень круто увлажняет прям весь день кутикула была в достойном прекрасном замечательном вообще виде да с учетом того что я в воде полоскаюсь часто и все делаю без перчаток да вот поэтому рекомендую девчонки вот этот карандаш прям рекомендую до удобный формат можно работать там куда хочется выбрать раз разделал все и у тебя ноготочки все прекрасно и красиво у кого сохнет кутикула как у меня да так еще у нас с вами средства для стирки сейчас тоже буду запускать стирку посмотрю как справиться без кондиционера задачи вот это жидкое средство и посмотрим как она вообще стирает оставляет ли запах на белье и так далее и так сейчас я пошла мыть волосы дать помыла пенится хорошо несмотря на то что заявлено что здесь нет у нас слс и силиконов он хорошо пенится лучше чем салонки однозначно промывает хорошо и делает волосы жестким то есть нужен последующий уход если у вас волосы поврежденные у меня не повреждены не очень сильно тем не менее и волосы после помывки жесткие и хочется еще что-то нанести то есть мне делать это гладко потому что нет силиконов это надо понимать сейчас мы с вами еще что у нас сегодня сыворотка сыворотка же бил углу поэтому мы очистим лицо я хочу его очистить вот этой скаточкой до из линейки эксперт и потом нанести уход нанести эту сыворотку посмотреть как она работает складка мне это очень нравится да это замена всеми нами любимой скаточки прошлой похожем флакончике только здесь еще есть немножечко абразива в составе мелкие такие частички как гамажик но в то же время все скатывает и очень хорошо очищает кожу меня вся эта серия стоит и масочкой крем для жирной комбинированной кожи для проблемной хороший очень серия смотрите видно вам катышки да вот все хорошо очень скатывается можно заодно лица по массажировать слегка по массажным линиям пройтись лимфодренажный такой эффект все почистим я и на веках делаю как же их тоже надо очищать обязательно не так агрессивно как на всем лице легенько так подушечками пальцев очищаем и веки особенно вот эти все темные места в уголках глаз до носик скатываем как следует поры наши вычищаем и лоб обязательно так все теперь смываем у нас не знаю будет комплексный уход прям от био-глоу вот такой сначала мы сбрызнем лицо софтнером который так хорошо тушит прям плюется но мне понравился кстати софтнер липкости после него ничего не так здорово освежает так все софтнер впитался теперь берем сыворотку кнопочкой с вами так чипуньк свертка артикулы 1308 так ах потекла родимая сейчас посмотрим вот этого количества как нам она достаточно быстро впитывается поэтому нормально нормальный такой расход будет у нее запах классный у всей линейки запах классный обалденный так ну что личико пока сияет еще не совсем сыворотка впиталась начинает появляться липкость видите но я не чувствую ее на лице допустим вот сказать что я чувствую какую-то пленку или что-то такое нет она невесомая в принципе вы знаете такой свеженький вид что ли да липкость пока есть то есть она вроде как впиталась но оставила после себя вот эту вот липкость можно еще немножко подождать у меня еще из линейки bio glow жидкие патчи крем после этой сыворотки наносить не хочется она напитывает кожу она действительно напитывает кожу как и по руке в обзоре заказа мы с вами заметили она ее напитывает мне прямо честно не хочется наносить крем мне моей коже достаточно и вот такого было бы ухода но у нас положено с вами запечатывается вырудки кремом для еще более лучшего для еще более сильного эффекта сейчас мы жидкие патчи они кстати шиммером такие золотистые при ближайшем рассмотрении видно нанесем на веки на все мимические морщинки да тоже придает коже сияние вообще все что содержит витамин c обновляет нашу кожу и придают ей сияние прям эти жидкие патчи начаться на все лицо девчонки нанесу да чушь тут мелочиться если использовать до век я этот объем не использую до конца года поэтому меня когда валяется крема для век не очень люблю ими пользоваться люблю такой комплексный уход чтобы на все лицо сразу кремушек да когда они у меня уже залеживаются эти крема для век я их использую на все лицо запечатали жидкими патчами у них артикул 1310 липкость пока есть она от всей этой серии есть людинка я кроме софнера но если софнером переборщить там тоже будет липкость липкость сияние видите такой небольшой блеск все равно присутствует но тут еще жидких патч у нас шиммер с вами такой мелкий мелкие блесточки да такое сияние лицо очень увлажненное прямо увлажненное напитано это чувствуется но липкая липкость сразу не пройдет я так думаю понадобится какое-то время я вам расскажу за сколько тогда она прошла а пока мы с вами нанесем на кончике волос сыворотку от арису на всю длину не будем будем сантиметров 15 отступать от корней она такая белая молочная такого количества думаю на кончике хватит распределяем по ладоням волосы жесткие жесткие прям после йогурта очень жесткие надеюсь сыворотка сейчас все это дело нам исправит но не сказать что знаете как наносишь когда на волосы такие масляные продукты допустим от эйвен сыворотки да не масляные то ты сразу руками чувствуешь что у тебя волосы становятся прям гладенькие здесь такого я не чувствую даже хочется еще добавить то есть расход у него будет большой нежели вот у малышки с маслом амлы до сыворотки там нужно капелюшечку это уже там тоже силикончики ты уже чувствуешь как волосики становятся гладкими до от одной капелюшки а здесь вы видели я сколько взяла и мне захотелось прям вот еще даже добавить потому что я сейчас под руками не чувствую что у меня волосы гладкие какие-то стали таким образом я какое-то время похожу меня волосы естественным путем подсохнут потом вместе с вами их уложим и посмотрим как они будут выглядеть после этой сыворотки пахнет она приятно но для убитых мне кажется волос не вот этот продукт не подойдет не вот эта сыворотка этого будет маловато что у нас тут заявлено восстанавливающая для всех типов волос нет для сильно поврежденных убитых нет девчонки однозначно нет будет очень мало но по крайней мере мне пока так кажется так посмотрим сейчас подсохнуть чуть-чуть уложим посмотрим как расчесываться будут ну что девчонки машинка стирать что хотел сказать вот по поводу этого гель для стирки но не совсем экономичный потому что здесь по инструкции машинная стирка четыре с половиной килограмма нам нужно в мягкой воде 20-25 средней жесткости 25-35 жесткой 40-50 это на четыре с половиной килограмма машинка 6 килограмм она как бы средний считается мне не полный был барабан я рассчитывал где-то как раз на четыре с половиной кирота килограмма и вот этот колпачок здесь есть мерные деления и они подписаны 15 миллилитров это по вот эту вот широкую часть да то есть если полная крышечка наверное это где-то будет 25 я налила полную еще 10 миллилитров 35 но для средней жесткости воды расход достаточно большой не знаю как на 25 стирок посмотрим вот сейчас машинка стирает осталось еще 25 минут и посмотрим как будет мягкое белье как отстирает так далее волосы почти высохли и что хочу сказать по мере высыхания они разгладились смотрите какая прелесть и я даже не хочу наверное укладываться феном сейчас попробуем речь и расческа не застревает девчонки чуть-чуть вот где-то застревает совсем немножко а так нет так что слушать а рису все-таки работает они гладкие да вот у меня уже кончики они полностью сухие они гладкие они блестят видите да где даже феном на не буду сушить они так любви нормально вообще замечательно немножко объемчик при корневого так предадим они некоторых местах все у меня старые возле корней в основном а на кончиках уже сухие сушки нормально не пушатся мягенький и как будто это что-то было с силиконами хотя не ощущалось совсем при нанесении я не помню у нас здесь какие-то варису есть серии силиконами какие-то без но здесь на упаковке не написано блестят живые красивые я помню когда я мыла волос у кого шинка сейчас покажу вот этим средствами еще осталось немного у меня на улице все спрашивали еще тогда блондированная была то есть волосы были сильно поврежденные не отстриженные сухие концы мне про все спрашивали что с твоими волосами они так блестят так здорово выглядит вот надо попробовать и кстати в комплексе наверно круто будет хотя я им не часто мою сидите там еще осталось немного потому что все-таки на волосы надо очищать просто помыть их бальзамом это не то волосы периодически надо очищать поэтому это так вот баловство но они действительно после него выглядели классно это у нас с вами артикул 77 23 так ну по сыворотке тоже все отлично если сейчас еще бы я феном ложилась показала вам результат то вообще бы они просто блестели нереально и лежали очень красиво это вот просто волосы высохли естественным образом да это они уже выглядят нормально поэтому мне понравилось за такие деньги такой объем ну конечно расход вы видели сколько я нанесла до достаточно много не утяжеляют естественно волосы да для средней убитости волос для нормальных волос может подойти для совсем сухих поврежденных конечно что-то нужно помощнее тоже лучше с маслом амло а так эффект классные они не кушаться они не электризуются как бы все нормально поэтому ставлю зачет еще когда феном не сушишься волос кажется длиннее прям уж так отросли такие уже длинненькие сейчас феном посушилась бы стали сантиметра на 3 короче вы сразу выглядеть так но все сейчас машинка достирает расскажу вам по средству для стирки липкость на лице осталось до сих пор немного все равно она есть все равно она присутствует так что в этой линейке эти имейте ввиду мне кажется это за счет витамина c может быть здесь у нас есть с вами гиалурон очка да я не вдавалась состав но витамин c я знаю однозначно он дает липкости гиалуронка тоже по эффекту понравилось вы знаете понравилось очень увлажненное лицо как знаете бывает после геля алоэ оно прям такое увлажненное увлажненное есть какой-то элемент питания тон ровный вроде жирности никакой нету все впиталось но осталось какая-то вот легкая липкость сыворотка неплохая могу посоветовать ее обладать концом сухой возрастной нормальной комбинированной кожи жирной может быть она будет тяжеловато потому что когда я пробовала из этой серии маску ночную у меня кожа так и была комбинирована больше жирно это было лето да у нас выпустили как-то теплое время года она мне закупорила упором вот поэтому жирной кожи нет наверное все таки не подойдет а всем остальным типом кожи особенно возрастной да я порекомендовал бы вот этот уход понравилось девчонки лайфхак когда не сушу волосы феном я их закалываю вот такой вот заколочка сейчас покажу называется банан чуть-чуть носим потом распускаем сильно долго не надо то будет заминаться вот и смотрите какая красота получается сразу объемная укладка у корней я на такие под сухие почти волосы чуть влажные закалываю да и все вот мы с вами укладочка готова на сейчас еще у ляжется как нам удобно сзади вообще объем это вот такая вот заколка которая называется банан да вот так они не все кстати хорошие у меня вот одна вот это самое классное потом сколько не покупала что-то какие-то вот не такие в общем на сразу при корневой объем волосы лежат так интересно красиво вроде как укладка когда не сушу волосы феном я прибегаю к вот этой заколочки прям минут на 15 на 20 одеваю и потом распускаю все красота на следующий день опять проснулись можете одеть вот эту вот заколочку потом распустили все и красота так машинка достирала сейчас я что-нибудь достану прям при вас оттуда и мы проверим мягкость вот давайте джемпер как раз и запах катаклизм какой-то с лампой произошел поэтому дальше снимаем плохом освещение но уже конец так достала джемпер что хочу сказать мягкий одушка еле уловимая цветочная мне кажется когда высохнет ее может и не быть на самом деле а так в принципе все нормально белье мягкая можно действительно не добавлять кондиционер да вполне себе очень мягкий свитер еле-еле уловимая цветочная мне кажется как и после кондиционеров гринли когда белье высохнет запах не будет абсолютно никакого я люблю когда он есть ну ладно жидкое средство в любом случае но нужно если постираем с вами какие-то куртки пуховики не все средства можно стирать сыпучими продуктами ну вот и все мои хорошие на этом видео буду свое заканчивать надеюсь мой обзор был вам интересен и полезен если так обязательно ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного ссылка на регистрацию фаберлик всегда под видео кто не зарегистрирован проходите впереди много интересных акций всех люблю целую всем пока пока